Привет, мои дорогие! Я вас рада приветствовать на своем канале Астролог Света. Обязательно подписывайтесь на мои аккаунты, под этим видео есть ссылочки на все мои каналы. И это прогноз на февраль месяц для знака Зодиака Овен. Сразу хочу сказать, февраль у нас весьма событийный, у нас много будет происходить событий на небе. И первое, весь месяц Уран и Юпитер находятся в вашем втором доме, и, соответственно, тема финансов для вас будет очень актуальна весь месяц. Так как там находится планета Юпитер, у кого-то это будет расширение ваших финансов. Юпитер это очень благостная планета, которая дает без напряжения, и поэтому у кого-то это может быть прям халява. На халяву могут приходить деньги, или даже, может быть, и не на халяву, а, может быть, вы сделали проект как-то так легко, или к вам вернулись какие-то долги, может быть, вам кто-то денег должен. Вообще, какое-то может быть расширение прям финансов. Может быть, вам предложат новую работу или какие-то новые проекты. Но с другой стороны, у кого-то это будет расширение наоборот долговых обязательств, может быть у вас станет намного больше долгов. И так как там находится планета Уран, у кого-то это могут быть как резкие такие ситуации, когда вам или резко предложили какой-то проект заработать, или резко какая-то ситуация произошла, и наоборот деньги от вас ушли. То есть какие-то ситуации могут быть те, которых вы не ожидали, которых вы не планировали, но ситуация как-то сложилась, что эти деньги или пришли, или ушли. И вообще тема финансов, она, конечно, на протяжении всего месяца актуальна. До середины месяца у вас много планет находится в 10 секторе, секторе карьеры, и я понимаю, что до середины месяца для вас очень важно будет для кого-то построить карьеру, кто-то будет просить о повышении, у кого-то это будет новая работа, хороший показатель для того, чтобы заниматься какими-то вопросами, связанными с узаконением документов, получением каких-то важных документов. Вообще вот все, что касается вашего статуса, для кого-то это может быть заключение брака, получение этого документа, то, что вы в браке, или может быть это развод, например, и вы получите документы о разводе. То есть это могут быть абсолютно любые документы, и хорошо заниматься любыми документами, какими-то важными, которые вы можете получить от госорганов, от госструктур. В этот период вы будете замечены, на вас будут обращать внимание. Вообще это время, оно прям создано для того, чтобы заниматься своим статусом. Для каждого это свое, для кого-то это именно получение документов, у кого-то это про работу, у кого-то это про хобби. Может быть для вас ваш статус, да, то место, где вы чувствуете себя реализованным. Может быть это хобби, у каждого это свое. И первое событие, которое произойдет, это 5 февраля Меркурий попадет в ваш 11 дом, и до 23 февраля он там пробудет. И это период с 5 по 23, когда очень классно заниматься какими-то социальными проектами, делать рекламу, выступать на публику, заявлять о себе. И это время, когда вокруг вас могут появиться какие-то люди более молодого возраста и предлагать вам какие-то проекты и хорошо заниматься на самом деле в этот период какими-то проектами. Это время, когда можно выступать на публику, заказывать рекламу или самому кого-то рекламировать. Причем вот именно вот этот день 5 февраля я его прям выделила бы, потому что при переходе в 11 дом Меркурий делает соединение с Плутоном. И конкретно 5 число, плюс-минус один день будете сильно вычувствовать. Это период, когда ваша речь, она начинает иметь такой определенный вес. То есть это, знаете, как говорят, слово можно и убить, и воскресить. И понятное дело, это работает всегда, но именно 5 числа ваше слово, оно будет настолько много весить, поэтому если вы планируете какие-то дела, где вам нужно или интеллектуально продавить, или заявить о себе, или чтобы вы были услышанными, 5 февраля это лучше всего делать, потому что слово в этот день, оно имеет прям особый вес. 10 февраля пройдет новолуние в вашем 11 доме. Новолуние это всегда начало чего-то, и для вас это будет начало каких-то новых проектов. У вас могут быть какие-то проекты, которые вы делаете или с кем-то, то есть или в компании людей, или с друзьями, или друзья вам могут предложить, или у вас могут появиться новые друзья, или это могут быть новые проекты, вы сами делаете, но делаете их в социальных сетях. 11 дом, он вообще про социальные сети, и здесь может быть все что-то новое, что вы сделаете в соцсетях. Может быть вы обновите как-то страницу, поменяете ее. Может быть вы запустите рекламный проект, может быть вы запустите просто какой-то проект, какой-то обучающий проект, запустите рекламу. Вообще для вас это очень социальная новолуния, и классно планировать что-то делать именно с теми людьми, с которыми у вас есть какие-то общие интересы. Также 11 дом, он у нас про деток, поэтому может быть какое-то важное событие произойдет у детей, или важное событие произойдет у друзей. Может быть, даже это будет не конкретно про вас, а про ваших друзей. И причем это новолуние, оно сопровождается квадратом на второй дом. Я бы здесь сказала, что те проекты, которые вы будете делать, первое, вы можете потратить на них денег намного больше, чем вы планировали. Или вам будет, например, не хватать, вам придется искать еще откуда-то источники. И вообще это новолуние про то, что финансово вы можете недополучить. То есть вы ставите вот одну ставку, например, вы столько-то заработаете на этом проекте. И есть вероятность того, что вы наоборот заработаете меньше. Поэтому, когда вы что-то планируете, просчитайте хорошо все риски. Если вы, например, делаете ставку на рекламу, не делайте настолько большие вложения, потому что есть вероятность того, что у вас потом будет какое-то разочарование, что вы вот с проектом стартанули, а вы хотели больше, вы хотели как-то по-другому. 14 февраля и до конца месяца Марс также попадает в ваш 11 дом, и с 14 февраля у вас появится еще больше сил и напористости в реализации ваших социальных проектов, причем Марс это планета, которая отвечает вообще за борьбу, за конкуренцию, здесь у вас может появиться желание прям конкурировать, доказать, как я это могу, и Марс он также отображает мужскую персону, также может быть у вас в окружении появится какая-то мужская персона, или может быть не мужская, может быть это будет женщина, она такая напористая будет, какая-то персона, или вы с ней с одной стороны можете воевать с этой персоной, а с другой стороны это может быть какая-то персона, которая наоборот будет возбуждать и побуждать вас к действию, для женщин также это может быть период, когда у вас в окружении появится ухажер, Причем 11 дом это дом отношений без обязательств, и скорее всего те ухажеры, которые будут в это время, они будут вам предлагать или какие-то свободные отношения, или, ну то есть глубины в этих отношениях их нет. И причем именно 14 числа Марс, попадая в 11 дом, он делает соединение с Плутоном, и конкретно 14 февраля, может быть даже раньше, 13 февраля, у вас может произойти вообще какая-то стычка может быть с теми людьми, с которыми вы строите социальные проекты. С одной стороны, вы знаете, это может быть и стычка, как будто бы я поссориться, да, прям могу с кем-то, а с другой стороны, это очень большая концентрация энергии, и если в конструктивном плане использовать эту энергию, то это про то, что у вас будет очень большой заряд энергии для того, чтобы реализовать какой-то проект, чтобы стартануть. И поэтому на этот день можно планировать какие-то дела, которые требуют прям максимально физической силы, вот именно где нужно максимально потрудиться, выложиться энергетически, это очень сильно заряженный день. 17 февраля и Венера подтягивается в ваш 11 дом и также пробудет там до конца месяца, Венера планета, которая отвечает за наши финансы, и здесь 17 февраля вам намного проще будет монетизировать свои социальные проекты, или могут приходить, например, какие-то новые предложения, коллаборации каких-то. Это очень классный показатель для того, чтобы с кем-то начать вести совместные проекты, коллаборироваться, какие-то сообщества создавать. Также Венера, она отображает женщину, и для мужчин это может быть появление женщины, но опять-таки же 11 дом, он не про серьезные отношения. У вас здесь может возникнуть какой-то флирт, вы можете начать с кем-то общаться, но это будут отношения без обязательств. И Венера также 17 числа, попадая в ваш 11 дом, она делает соединение с Плутоном, и для кого-то это может быть вообще такая резкая или влюбленность, это может быть прям день, когда эмоции могут зашкаливать, это может быть или новый человек в вашем окружении, в кого вы влюбитесь, или это уже будет тот человек, с которым вы давно, но именно в этот день вы переживете какие-то такие яркие эмоции, это показатель такой сексуальности. Для женщин это может быть день, когда вы захотите сделать именно уколы красоты, но в любом случае этот день такой энергетически, сексуально очень сильно заряженный, это может быть и приход денег, какие-то новые романтичные переживания. В этом дне завязано очень много энергетики, и можно прям планировать, например, какие-то сделки, которые связаны с финансами, потому что Венера в первую очередь в любом случае это про финансы, Плутон это расширение, это трансформация, это может быть и изменение заработка, или это большие деньги вы можете заработать. И Венера также отображает женскую персону, то есть возможно вы это сможете сделать именно с женской персоной. Но не обязательно, что так, планеты иногда отображают характер человека, но не обязательно его пол. Может быть это мужчина, который занимается какими-то венерианскими видами деятельности, или он сам очень красивый, может быть, или такой женственный какой-то, или профессия у него связана с уколами красоты, может быть, или с чем-то аграрным, с финансами, ну вот с какой-то именно венерианской тематикой. С 19 февраля у вас начинается совершенно другой период, у вас солнышко попадает в 12 дом, 23 февраля и Меркурий заходит в 12 дом. И начиная с 19 числа и до конца месяца к вам приходит совершенно другая уже энергия, когда очень важно погрузиться во внутрь себя, найти внутри себя баланс, понять, а чего же я хочу на самом деле. Это может быть время уединения, когда вы захотите больше времени проводить сами, когда ваша точка баланса будет наступать именно тогда, когда вы будете в уединении. Также этот том, он отвечает за тайны. Это время, когда в вашей жизни могут начинать появляться тайны, или, может быть, вам самим захочется вести такой образ жизни, чтобы он был как будто бы более скрытым, как бы не показывать его. И это время также благотворительности. Для женщины это, может быть, появится мужчина, с которым вы будете держать отношения в тайне. И причем 23 февраля, когда Меркурий попадет в ваш 12 дом, и до конца месяца он там пробудет, я вам вообще рекомендую с 23 февраля как можно меньше распространяться о себе, какой-то личной информации. Это время такой интеллектуальной тайны, интеллектуальной тишины, когда лучше что-то не договаривать, когда лучше не распространяться какой-то личной информацией о себе. То есть это время такой тайны некой. 22 февраля у вас будет очень интересное соединение Венеры и Марса в вашем 11 доме. И для многих, могу сказать, это может быть какой-то или день флирта, вообще захочется флиртовать, такой день сексуальной энергии. В этот день классно устраивать свидания, проводить время со своими любимыми, устраивать какие-то романтические вечера, романтические встречи, дарить подарки. Для кого-то это может быть день, когда вы встретите свою вторую половинку. И это прям такой день влюбленности, но так как это все-таки проходит в Водолее, в 11 доме, то это отношения, которые возникнут на основании дружбы. Может быть, вы с кем-то дружили, и с этим человеком у вас возникнут любовные отношения. То есть в первую очередь здесь отношения построены именно на дружбе. Это не просто про страсть, это именно про то, что мы дружим. Или, с другой стороны, это может быть секс без обязательств. И 24 февраля у вас пройдет полнолуние в вашем 6 доме. 6 дом — это про долги, полнолуние — это про решение какой-то ситуации. И какие-то овны рассчитаются со своими долгами. Все, закончатся какие-то долговые обязательства. Также 6 дом, он у нас отвечает за заболевания, за лечение. И для кого-то это будет выход с больницы или окончание болезни. Или, может быть, вы не могли поставить диагноз на какое-то заболевание и, наконец-таки, поставили. Также 6 дом, он про домашних животных. Здесь может быть решение с домашними животными. Может быть, вы или давно хотели купить домашнее животное и покупаете. Или, может быть, болели у вас кто-то из животных дома, и они вылечиваются. Вообще, это завершение какой-то ситуации, связанной с заболеваниями, с долгами, с животными. И 6 дом, он у нас также отвечает за мои каждодневные дела, за то место, где я работаю, за то, как я общаюсь в коллективе. И здесь может разрешиться какая-то ситуация в коллективе. Может быть, у вас какое-то или непонимание было. Ну, или вообще какая-то вот зависшая ситуация в коллективе, и она решается. И в самом конце месяца, 25-27 февраля, я вам рекомендую очень осторожно делать какие-то финансовые вложения. Потому что это те дни, когда, во-первых, те вложения, которые вы сделаете, в дальнейшем вы можете недополучить с них прибыль. Это могут быть какие-то разочарования. Если в этот день занимать деньги, они потом будут очень долго возвращаться. Вообще, все, что связано с финансами, причем это финансовые проекты, которые в первую очередь завязаны на каких-то социальных проектах или на проектах, которые вы делаете с друзьями. То есть, там может потом прийти разочарование, когда вы делаете эти проекты, очень хорошо просчитайте все риски, все за и против. Потому что есть очень большая вероятность того, что потом, я не говорю о том, что вы вообще денег не получите, но вот будет какая-то недостача и неудовлетворенность. Это был прогноз на февраль месяц для овнов. Обязательно подписывайтесь на все мои аккаунты и будьте всегда в курсе всех астрологических событий.